Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов шлем-маска Эппа. И обед же, или мать близнецов, приписывается бамбгозе, или ареогуну. Середина 19-го, начало 20-го века. Дерево, резьба, натуральные красители, высота 125. Культура народа Йоруба обладает богатой маскарадной традицией, неотъемлемыми частями, которые являются музыка, костюмы и маски. В регионе Экити, расположенном в серовосточной Нигерии, проходит ежегодный фестиваль сообщества Эппа, имеющий как праздничную, так и образовательную функцию. Маски Эппа, создававшиеся для подобных торжеств, настоящие скульптурные произведения искусства. Они вырезаны из цельного куска дерева, очень массивны и тяжелые. Участник действа, надевающий такую маску, должен был уметь держать равновесие. Данная маска поддерживает 7 фигур, 6 из которых находятся вокруг самой большой, своей матери. Близнецы, или ибеджи, очень символичны для Йоруба, имеющие самый высокий в мире процент рождаемости. Разно-яйцовых близнецов. Этот народ приписывает таким людям сверхчеловеческие способности, как положительные, так и отрицательные. На маске изображены три пара разнополых близнецов и их мать, которая является средоточием жизненной силы, ассе и красоты, Эва. Ее большой воротник свидетельствует о приверженности богине Ашун, которая ответственна за любовь, красоту и деторождение. Декоративные шрамы на лице героини и прическа, увенчанная гребнем, указывает на замужество и высокую добродетель этой женщины. Ну, вот такое описание к работе шлем-маска Эпа и обеджи, мой близнецов, который приписывается Бамбозе или Ариагуну. Середина 19-го, начало 20-го века, дерево, резьба, натуральные красители я нашел в интернете. Текст по книге «Великий музей мира». Ну, во всяком случае, это интересно. Субтитры создавал DimaTorzok